МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках областного тематического приема первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин провел встречу по вопросам предпринимательства и помощи бизнесу. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. На прием к первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа Альберту Гравину записался Николай Остапчук. Он соучредитель фирмы, работающей на рынке автозапчастей уже более 20 лет. Располагается бизнес в Москве. Сейчас предприниматель хочет перевести его в наш муниципалитет. На территории технопарка М4 Дон с этой целью был куплен участок. Своими силами было построено здание, но с введением эксплуатации возникли некоторые сложности. Хотим, чтобы вы оказали нам какую-то посильную помощь в этом, потому что не можем мы сами разобраться в наших проблемах, как нам его ввести. Альберт Гравин пообещал разобраться в этом вопросе и также посодействовать руководителям предприятия встать на налоговый учет. Ведь с открытием новой точки в округе появится около 50 рабочих мест. Понятно, что с вводом эксплуатации мы разберемся и с Росрестором проведем дополнительные консультации, где находятся те камни преткновения, которые в настоящий момент препятствуют ему его ввести и работать. Также к первому заместителю главы обратился представитель малого бизнеса Юрий Мальцев. Приехав несколько месяцев назад из Луганска, он открыл на Березовой улице в Видном семейное кафе, которое почти сразу вышло на самоокупаемость. Теперь бизнесмен планирует развивать свое дело. Слушай, пицца у нас направление максимально на быструю отдачу и на качество продукта. То есть мы все готовим с открытой кухней, вот у нас клиент может посмотреть, как это все готовится. То есть приготовка продуктов идет прямо там же, вы нигде их не привозите сами готовить? Да, у нас есть небольшой заготовочный цех. В ходе беседы выяснилось, что у предпринимателей есть четкая стратегия дальнейшего расширения бизнеса и администрация готова пойти навстречу такому проекту. Это очень прекрасная идея и мы договорились, что мы вот после праздников посетим его кафе, посмотрим, как оно выглядит. Люди оставляют положительные отзывы и это очень приятно. Подобные приемы проходят на регулярной основе. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Во дворце культуры города Видное состоялась традиционная ежемесячная встреча населения с представителями здравоохранения Ленинского округа. Такие мероприятия проводятся уже шестой месяц. Какие вопросы задавали жители, расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Здравоохранение в Ленинском городском округе признано одним из лучших Московской области, чего стоит один перинатальный центр. Кстати, по теме которого в прошлом месяце на традиционные встречи населения с медицинскими работниками задавалась масса вопросов. А также лекарственное обеспечение, запись к врачам, предоставление услуг, профилактика заболеваний. Стала системной уже вот эта история встречи главных врачей, зав. отделения с населением. И проводим мы, я хочу сказать, шестой, по-моему, месяц. Сегодня вот полгода, кстати, юбилейная встреча. И чем чаще встречаемся, тем больше убеждаемся, как востребованы эти встречи. Приходят, в основном, конечно, приходят люди, которые в это время не заняты на работе, пожилые люди приходят. Но таким образом, еще более доступным для них становится наша система здравоохранения. Открытые встречи по теме здравоохранения в Видновском дворце культуры проходят ежемесячно. Это была шестая. Вопросы поступают заранее, но специалисты отвечают и на те, что задают из зала. В период до пандемии в поликлинике был врач и медсестра, которые были закреплены именно за ветеранами. И поэтому ветераны могли просто приходить в любое достаточно удобное время, обращаться к врачу. А можно ли попросить руководства, чтобы опять восстановить эту практику? Чтобы именно был выделен отдельный терапевт, вообще именно для ветеранов, для дружинка тыла, обязательно рассмотрим. У нас сейчас достаточно комплектован штаб возрослой поликлиники терапевтами. И мы определим. То есть еще отдельного этого обязательно определим. Хотя у нас есть еще и еще врач-кориативной помощи. По традиции на встречи приглашают представителей Видновской районной клинической больницы, ведь большинство вопросов поступают именно по их профилю, а также сотрудников других медицинских учреждений округа в зависимости от темы заранее поступивших писем. В этот раз это дом ребенка и стоматология. Мы все узнаем там, ну и насчет куда записаться, к врачам. Когда вот не попадешь, здесь можно любой вопрос задать и тебе все это ответят. Один из вопросов касался темы предоставления услуг беженцам, которые для получения вида на жительство в обязательном порядке должны проходить медицинское обследование. Представитель общественной палаты Ленинского городского округа попросила главного врача ВРКБ Бутая Бутаева помощи в создании специальной инструкции для переселенцев и в распространении этой информации. Что касается маршрутизации, значит, стоимости услуг и так далее, даже если это услуги, которые не мы оказываем, а другие лечебные учреждения, то, безусловно, мы все это аккумулируем, с ними сами свяжемся, и все выложено. Да, во-первых, свяжемся с вами, и в том числе все это выложим на всех наших площадках, на сайтах, на всех этих мессенджерах и так далее. Спасибо большое. Спасибо вам. И в продолжение темы руководство Видновской районной клинической больницы прикладывает немалые усилия, чтобы охватить диспансеризации как можно больше жителей округа. Мобильные бригады врачей с этой целью посещают и промышленные предприятия. Вместе с ними на заводе Москокс побывала наша съемочная группа. Бригада медиков всего из четырех человек способна значительно упростить жизнь коллектива Московского коксогазового завода. Людям не нужно отпрашиваться на работе, чтобы пройти ежегодную диспансеризацию. Врачи приезжают сами. В общей сложности им нужно принять более 650 человек. Количество большое, но на все необходимые исследования каждый посетитель медицинского пункта тратит не больше 20 минут. Работники наши охотно посещают диспансеризацию, потому что несколько лет мы не проводили диспансеризацию ввиду наших общепринятых ковидных мероприятий. А сейчас, конечно, каждому работнику интересно узнать состояние своего здоровья. Естественно, что на территории завода производится только забор крови, а дальше она поедет в лабораторию. А вот все остальные исследования проходят прямо здесь же. У медиков с собой мобильные приборы. Рядом с медпунктом расположился автобус, внутри которого полноценный флюорографический кабинет. Все сделано для удобства работников предприятий Ленинского округа, на которых медики – частые гости. Руководство обобщает некоторые моменты о том, что есть такая необходимость. И далее по согласованности на параллельных и других предприятиях, промышленных комплексах проводится диспансеризация населения. Как правило, чистота предусмотрена один раз в год. Уже три года бригада врачей Видновской районной клинической больницы приезжает на московский коксогазовый завод. Стоит отметить, что участвовать или нет в диспансеризации, человек решает сам, но, как правило, отказываются единицы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Детей-диабетиков в Подмосковье обеспечат расходными материалами для непрерывного мониторинга гликемии. Теперь им будут выдавать не только тест-полоски для глюкометров, но и сенсоры, которые позволяют постоянно фиксировать уровень сахара в крови в течение дня. Нововведение коснется тех, кто болеет сахарным диабетом первого типа и имеет инвалидность. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона. Родители раз в три месяца будут посещать доктора-эндокринолога окружного в Москве. Он будет считывать показатели данного прибора. На основании данных, которые получены за три месяца, доктор будет видеть, какова компенсация углеводного обмена у ребенка и, соответственно, продлевать льготное обеспечение данных датчиков. Как рассказывают эндокринологи, диабет – распространенная проблема не только среди взрослых, но и среди детей, особенно перенесших COVID-19. Нововведение поможет облегчить жизни тех, кто столкнулся с заболеванием. Сегодня в гостях телеканала «Видное ТВ» Сергей Тен, руководитель движения «Видное волонтер». Мы обсудим такие важные темы, как помощь беженцам Донбасса, как поддержка ветеранов в преддверии 9 мая. Здравствуйте, Сергей. Для начала расскажите о вашей организации. Здравствуйте. В первую очередь хочу отметить, что на территории Ленинского городского округа волонтерская деятельность осуществлялась уже на протяжении долгого количества времени. И в свете последних событий наша помощь гражданам, не только нашему муниципалитету, но и, так же, как вы упомянули ранее, беженцам, осуществляется при основной поддержке общественной местной палаты, при поддержке администрации и, в том числе, при поддержке управления по делам молодежи, культуры и спорта. Непосредственно данное название «Видный волонтер» и само движение образовалось довольно-таки недавно. Порядка трех месяцев как оно имеет место быть. И мы сейчас активно стараемся объединить всех людей, кому небезразлична судьба основных масс, так скажем, кому действительно нужна помощь. И подходят люди под эту категорию, такие как одинокопроживающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями, такие как инвалиды. И стараемся всем помочь. И сейчас у нас два основных профиля. Это социальное волонтерство, которое включает, повторюсь, два профиля помощи нуждающимся людям, нашим землякам и нуждающимся людям, таким как беженцы, из ДНР и ЛНР. Какие основные проекты у вас сейчас в работе? Кому помогаете? Что делаете? В любом случае, в преддверии, в первую очередь, в преддверии 9 мая, в преддверии такого великого праздника, оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Это что касаемо социальной направленности. Также есть событийное волонтерство, которое включает в себя помощь в организациях тех или иных мероприятий. Так у нас буквально вчера проходил футбольный турнир для детей. И наши такие же юные волонтеры помогали в организации проведения. Это как пример из того, что было буквально на днях, точнее вчера. Расскажите, как вы находите тех людей, которым, собственно, эта помощь необходима? В любом случае, мы информируем граждан на просторах интернета. И плюс ко всему, сейчас уже на протяжении чуть больше месяца мы посещаем учебные заведения, такие как школы, лицеи, колледжи, институты. А для детишек почему важно приходить в волонтерские организации, помогать? Почему вы привлекаете не только взрослых людей, которые объективно могут гораздо большую помощь оказать, в том числе и подростков? Вы знаете, у нас задача стоит непосредственно, чтобы было понимание у ребенка. И мы стараемся заложить какое-то, так скажем, благое зерно на становление личности. Расскажите, если вот сейчас нас увидят в эфире, неважно, дети, подростки, взрослые люди, и захотят к вам присоединиться, как они могут это сделать? В первую очередь хочу сразу сказать, что у нас есть штаб волонтерский на базе кинотеатра «Искра». Мы там базируемся. На данный момент там помещение у нас переоборудовано под центр гуманитарной помощи. Также был создан телеграм-канал «Волонтер ЛГО», где мы активно его ведем, информируем ребят о тех или иных предстоящих мероприятиях. Расскажите, какие ближайшие проекты, помимо подготовки к Дню Победы, у вас предвидятся? Стараемся активное участие принимать в жизни муниципалитета. В преддверии, так скажем, хорошей погоды и тепла хотим сделать еще ставку на экологическом направлении волонтерской деятельности. Да, у нас очень много парков на территории городского округа и хотим также помочь им. Но в любом случае хочу отметить, что социальное волонтерство мы ни в коем случае не оставляем. И почти каждый день помогаем минимум двум-трем людям, кому действительно нужна помощь. Спасибо, Сергей. Ну а я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Тен, руководитель движения «Видная волонтер». На стадионе «Металлург» состоялся турнир «Удар в девятку». В соревнованиях приняли участие более 30 команд из школ Ленинского городского округа. Подробнее о футбольных баталиях в сюжете Натальи Буслаевой. Футбольный турнир «Удар в девятку» проходит в Ленинском городском округе уже пятый год подряд. Соревнования пользуются большой популярностью у ребят из образовательных учреждений муниципалитета. Для юных спортсменов это прекрасная возможность показать свои способности. Есть ребята из школы, которые играют на самом маленьком возрасте. Ну да, конечно, видно прогресс, видно, что тренера и учителя физкультуры тренируются. Ну, конечно, имеет преимущество школы, у которых дети занимаются специализированно. Но в турнире скоротечный, большого мастерства здесь не покажешь. Азарт и желание. В этом году в турнире участвует 31 команда. Возраст игроков от 12 до 15 лет. Ребята отмечают, что в процессе подготовки к соревнованиям им удалось лучше узнать друг друга. Мы с разных классов, но мы все хорошо общаемся. У нас, можно сказать, хорошая сыгранность. Команда у нас дружная, хорошая. Сыгрались уже давно. Много здесь выступаем. В сердце месяца вернулись. Да. Никак не можем пробиться в финал. Но в этом году стараемся изложиться из всех сил. На поле разыгрались нешуточные баталии. Футбольное зрелище порадовало игровыми моментами болельщиков, которые, несмотря на дождливую погоду, пришли поддержать участников турнира. Эта инициатива еще 5 лет назад была активно принята, потому что не было такого соревнования, где ребята могли в рамках своей физкультурной деятельности понять свой уровень. И физкультурники очень сильно рады. А когда федерация это взяла под свой контроль и организовала еще дополнительную меру поддержки, для того, чтобы школам было интересно и физкультурникам было интересно этим заниматься, соответственно, формат уже как фестиваль фактически. В напряженной борьбе команды показали отличную игру и сражались за победу, как настоящие профессионалы. Вратарь Видновской гимназии Максим Зиначев в игре с Молоковской школой стал автором забитого мяча. Я просто принял мяч, решил верхом отдать передачу на нападающего. Там вратарь немного ошибся и получился гол. По итогам соревнований победителями среди 2007-2008 годов рождения стала команда Видновской гимназии, а среди 2009-2010 – Видновской школы номер 10. Также были названы лучшие игроки турнира. На церемонии награждения присутствовал почетный гость, известный российский футболист, бывший игрок московского «Динамо» Игорь Клыванов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам продуктивного дня перед длинными выходными. Увидимся завтра в это же время.